Может ли прекрасный лепесток волшебного цветка персикового дерева, летящий под дуновением небесного ветра на шелковистую траву, перебить хребет кабану, стоящему у него на пути? Привет, лучезарные устрицы! Вы на канале Муайтай Сикея, я, Федорович. Покажу вам то, чего еще никогда не видела наша многострадальная земля, но многие пытливые умы надеялись, боялись и хотели этого увидеть. Бой двух бесконтактников. Когда произошел этот бой, временной континуум свернулся, и даже далекие галактики встрепенулись от такой невероятной невообразимой концентрации энергии Чи в одном месте. Да что тут говорить, практически наступил апокалипсис. Смотрите сами. Вы нормально себя чувствуете? Ибо увидеть такой бой, это как получить облучение мегатонной ядерной бомбы. Эти мастера вселенского боя так швыряли друг друга внутренней силой Чи, что даже содрогались вершины Манчжурских гор. Конечно, вам могло показаться, что бой прошел слишком быстро, и мастера выдохлись просто отлетать друг от друга. Даже не сделав ни одного удара. Но это все иллюзия времени, чтобы не шокировать непонимающих обывателей. На самом деле это великое сражение длилось несколько недель, а победитель никак не мог определиться. Вы сами видели, что для бесконтактного мастера самое главное приблизиться, а это невозможно. Поэтому было объявлено вселенское перемирие вишневого лепестка. Чтобы в конец не расхерачить нашу жалкую землю. Вы наверняка задумались, откуда же могли появиться такие мастера. Ведь люди в черном уничтожают всех опасных инопланетян, а люди в белом увозят всех опасных землян в всех больницах. Но я нашел матку, которая порождает эти сущности, и шершня, которая ее оплодотворяет. Субтитры создавал DimaTorzok Вот она, мать драконов и мастеров. С легкостью порхающей бабочки она уничтожает толпы людей, которые усомнились в силе великой богини. Ее мощь до конца неизвестна и непонятна, поэтому, когда будете ходить по улицам, всегда всматривайтесь в лица проходящих женщин. Ибо вы можете встретить ее, а там, где правит сила, право бессильно. Но кто же стал приспешником этой черной вдовы, которая использует Шансунга и Шао Кана как своих жалких рабов? Сейчас вы увидите ее гарем из очень сильных мастеров, которые вложили свою чинь в свое семя, чтобы возродить нацию непобедимых воинов. Продолжение следует... Этому японскому мастеру более 400 лет, ибо живет он по канону, гибкую и его ветер не сломает. Он уничтожает свою жертву с легкостью летнего ветерка, бросающего прекрасную бабочку в ловушку кровожадного паука. Посмотрите, как кровожадно злорадствуют его ученики, в то время, когда он издевается над очередной невинной жертвой. Правда, когда его жертва перекрутилась в воздухе, он сам чуть не наложил штаны от того, что мог получить пяткой в нос. Но это мелочи для великого бойца. Этот мастер красных монахов использует глубоко спрятанную силу тибетских гор, которые дают ему мощь, несравнимую ни с чем. Ибо глуп кто-то ест суп из рыбы фугу, но не менее глуп тот, кто его не ест. Наделенный огромной силой, мастер может раскидать десятки бойцов одним касанием, таким образом закаляя в них характер и волю, ведь голодная собака палки не боится. Это древний воин, вершина бойцовской эволюции бесконтактного боя. Я даже думаю, что из всего гарема это любимчик, а может даже и учитель нашей самки богомола. Несмотря на то, что голодному тигру свинью стеречь не поручают, нашего мастера пустили в зал, где была толпа молодых и сильных бойцов. А это огромная ошибка, которую нельзя было допустить. Тот ужас и апокалипсис, который начался, останется в памяти будущих поколений на веках. Дед начал швырять, избивать и уничтожать невинные души каратистов толпами. Его не пугали даже палки и мечи. Казалось, он только забавляется с такого наивного противостояния. Это побоище закончилось только благодаря тому, что дедушке нужно было четко по времени принимать таблетки от ревматизма, а то бы жертвы этого мордобоя превысили потери от всех цунами вместе взятых. Я прекрасно понимаю ваше состояние. Ведь гоняясь за оленем, не замечаешь горы. Так и мы, будучи шокированными вселенской проблемой этих великих мастеров и находясь на грани уничтожения всей Земли, забыли про наших обычных земных мастеров, благодаря которым мы имеем возможность изучать очень классные приемы, чтобы защититься от гопников и злодеев. Берите ручку и все число. Тщательно записывайте. Таким приемом можно одолеть не только жалкую гопоту или даже целое ОПГ, но и при должной отработке, возможно, вам удастся противостоять даже без контактных. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также узнают о вселенской угрозе нашей матушки Земли. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите научиться драться даже в домашних условиях, конечно, не так, как на видео, но где-то рядом, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.